Бойцы, всем салют! Канал новости UFC на ваших экранах. А новости поданы для вас в удобном формате. Ну а вы, друзья, кто не подписан, подписывайтесь, вступая в дружное сообщество новости UFC. Поддерживайте видео своими лайками, ну а вам приятного просмотра. Промоушен UFC снова в деле. И уже 13 мая вновь радует фанатов очередным мероприятием UFC Fight Night, в главном событии которого сойдутся в клетки Энтони Смит, тот самый, который ярко противостоял Джону Джонсу, и ветеран UFC Гловер Тейшейра. А париматч дает нашим подписчикам страховку на первую ставку до 2000 рублей. А если прогноз не сыграет, то получайте свои деньги обратно на счет. Переходите по ссылке в закрепе и ставьте на своего фаворита. Все слышали, что временный чемпион Джастин Гейджи ясно дал понять, что не поступит как Тони Фергюсон и будет ждать титульного поединка только с Хабибом Нурмагомедовым. И кроме поединка с чемпионом не примет никакой другой поединок. И даже если ему предложат денежный поединок с Конором Макгрегором, естественно с высоким гонораром, Гейджи от него откажется и будет ждать только поединок с Хабибом. Да и в своем интервью Дана Уайт сообщил, что Гейджи и Хабиб должны встретиться летом. Но вот Конор Макгрегор активизировался и предпринимает сейчас все попытки, чтобы выйти на поединок с чемпионом Хабибом. И сделал какое-то таинственное заявление у себя в Твиттере, что следующий бой проведет за титул в июле. Послание Конора было таким. В восторге от титульного поединка в легком весе, который состоится в июле. Написал Макгрегор. А что это значит, увидим. Но я полагаю, что Гейджи его вперед не пустит, да и сам с ним не примет бой. Ну а далее действующий чемпион Стипи Меочич отреагировал на желание Кормье провести бой с Нгану, предположив, что UFC лишит титула Меочича. Стипи заявил, я уже сказал, что буду драться с DC. Но ему просто хочется пошуметь. Моя команда работает над организацией тренировочного процесса и обсуждает дату с UFC. У меня дома 5 поясов и я не собираюсь засиживаться. Также Меочич подчеркнул, что причиной его простоя стали запрещенные приемы Кормье. Тычки в глаза в предыдущем поединке. Стипи заявил, что если бы не разорванная сетчатка глаза, я бы уже дрался. И отправил Даниэля Кормье в отставку, заявил Меочич. Ну а далее стало известно, что несмотря на то, что UFC уже начала проводить свои турниры, все еще есть маленькие сложности, мешающие начать работу промоушена в полную мощь. И возвращение крупнейшего ММА промоушена на арены в Лас-Вегасе состоится на неделю позже. Чем было запланировано, отмечу, что на этом турнире должны провести поединок Тайрон Вудли и Гилберн Бернс. Ну а далее яркий боец UFC Тони Фергюсон отреагировал на слова Конора Макгрегора о менеджере Джастина Гейджи Али Абделазизи, намекнув на то, что менеджер Конора также имеет горешки и ранее препятствовал продвижению карьеры Тони и его поединку с Конором Макгрегором. Тони написал «Конор, ты все еще моя сучка, ты никогда не представлял меня», по словам твоего менеджера Ади Атара. «А даже если и так, значит ты работал на меня и оставил меня без денег. Возьми себя в руки и убери бутылку». Менеджеры из Беллендж Групп – это золотой стандарт, и тебе должно быть трудно наблюдать за этим со стороны. Продолжай в том же Дуфи, болван-чемпион. Для тех, кто не знает, сообщу, что ранее менеджер Конора Ади Атар также вел дела Тони Фергисона и всячески препятствовал поединку между его любимчиком Конором Макгрегором и Тони Фергисоном. И по этой причине Фергисон оставался долгое время в стороне от титульного поединка в легком весе. Но узнав все это, Тони сменил своего менеджера, что лучше сказалось на его карьере. Но и уже некоторое время спустя Конор Макгрегор отреагировал на заявление Тони Фергисона, написав «Заткнись и поблагодари медсестер, которые привели в порядок твой череп и подлатали его. Сегодня международный день медсестер, и научись боксировать, а то перебираешь ногами, как чертов шут. Для нас было позорно представлять такое в Парадиум Спортс», – написал Макгрегор. Ну а далее стало известно, что Хорхе Масвидаль тренируется с одним из лучших борцов США. Об этом сообщил Ариэль Хальвани, заявив, что Хорхе явно готовится к поединку с борцом. Хорхе Масвидаль и выдающийся борец Бонни Кель тренируются вместе, судя по инстаграму менеджера Хорхе Малки Кава. «Интересно, с чего бы Масвидалю привлекать к тренировкам высококлассного борца», – написал Хальвани в Твиттере. Ну а вот далее – наикрутейшая новость. Не так давно легендарный Майк Тайсон сообщил о возвращении на ринг. И в недавнем интервью Железный Майк заявил, что может попробовать свои силы в смешанных единоборствах. Об этом Железный Майк заявил в интервью, отвечая на вопрос репортера, который спросил его, чем бы он занимался подростком – боксом или ММА, будь у него такая возможность. Майк Тайсон ответил, «Никогда не знаешь наверняка, но, может быть, я еще буду выступать в UFC. Кто знает, ничего нельзя исключать». Также Майк Тайсон назвал своих любимых бойцов в лучшем промоушене мира UFC, заявив, что ими являются Хабиб Нурмагомедов, Джон Джонс и Коди Гарбранд. Дальше отметив, что в UFC очень мало бойцов, за которыми интересно наблюдать, заявил Железный Майк. Ну а вы, дорогие друзья, оставляйте свои комментарии. Хотели бы вы увидеть поединок легендарного Майка Тайсона в UFC? И некоторые сейчас начнут заявлять, что у Тайсона нет навыков борьбы, и его любой борец разнесет. Но хочется отметить, что Майк Тайсон физически очень силен. И чтобы провести параллель, обратите внимание, как выступает на данный момент тяжеловес Фрэнсис Нгану, который умеет тяжело ударить, но не умеет бороться. Ну а далее, дорогие друзья, чрезвычайная и печальная новость. Стало известно, что отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме в военном госпитале Москвы. Об этом сообщил боец UFC Ислам Махачев. Я с Хабибом каждый день общаюсь, спрашиваю у него про Абдулманапа. Он говорит, что отец в тяжелом состоянии сейчас. Мы с ним созванивались, когда он еще в Дагестане был, и там говорили, что уже все в порядке, но потом его забрали в Москву. Сейчас он в тяжелом состоянии, заявил Махачев. Ну а мы, дорогие друзья, пожелаем Абдулманапу скорейшего выздоровления. Также журналист и комментатор Василий Уткин поддержал Абдулманапа, написав Абдулманап в коме. Боритесь, Абдулманап, написал Уткин в телеграм-канале. А мы переходим к другим новостям. Как стало известно, президент UFC Дана Уайт умоляет легендарного боксера Майка Тайсона отказаться от идеи возобновить свою профессиональную карьеру. Не говоря о том, что уже сегодня Майк Тайсон заявил, что намерен не только вернуться в бокс, но и попробовать свои силы в UFC. Дана Уайт заявил, я люблю Майка Тайсона, и я умоляю его не выходить в ринг. Я говорил Майку, что ты выглядишь потрясающе, до сих пор остаешься взрывным, у него по-прежнему есть мощь. И я сказал ему, ты реально один из величайших за всю историю бокса. Майк, тебе 53 года, пожалуйста, не делай этого. Дело в том, что я не хочу, чтобы он дрался. Если он надумает сделать что-то безумное, я могу вмешаться. Тайсон наверняка хочет что-то сделать. Не знаю, что именно, но он точно хочет что-то устроить, сказал Дана Уайт. И исходя из этого заявления, можно сделать вывод, что железный Майк Тайсон на самом деле задумывается о поединке в крупнейшей организации мира UFC. Ну а далее, также Дана Уайт высказался о гранд-при легковесов с участием Хабиба, Гейджи и Макгрегора. «Очевидно, бой Хабиба и Гейджи состоится. И я говорил о том, что это может случиться летом. Но похоже, что чуть-чуть планы меняются, и мы проведем объединительный поединок в сентябре. А летом, вероятно, будет драться Конор. Но в сентябре мы увидим в октагоне Гейджи и Хабиба. После этого мы устроим бой между победителями данных матчей», – заявил Уайт. Ну и в завершении, 21-летний чемпион мира по боксу Райан Гарсье бросил вызов чемпиону UFC Генри Сихуда, написав «Думаете, Генри Сихуда даст мне хороший бой на боксерском ринге?» – написал боксер в твиттере. Генри Сихуда незамедлительно ответил «Убирайся вон, жалкое подобие Оскара Делла Хоя. Я заставлю тебя преклонить колено в твоем собственном спорте. Дана Уайт, позволь мне зажарить этого мальчика. Я сломаю тебя так сильно, что ты забудешь о деньгах», – добавил чемпион, комментируя работу потенциального соперника на скоростной груши. Ну и на этом выпуск, дорогие друзья, подошел к концу. А вы поддерживайте видео своими лайками, комментариями. Те, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Ну и до встречи в следующем выпуске. Всем мира и добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok